В этом ролике покажу установку полотенцесушителя, расскажу по каким критериям я его выбирал, рассмотрим вопрос какой полотенцесушитель лучше электрический или водяной в предыдущих сериях. Кто не видел эти серии, обязательно посмотрите, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами Павел Сидорик, это канал о ремонте и отделке. У себя в квартире я буду устанавливать полотенцесушитель от компании Сунержа. Сунержа производит дизайн радиаторы из нержавеющей стали, которые отличаются высоким качеством. Модель, которую я выбрал, называется Сирока. Это лесенка с нижним подключением. Полотенцесушитель сделан из пищевой нержавеющей низкуглеродистой стали IC304L. Это кислотостойкая сталь, способная выдерживать высокие температуры. При изготовлении применялась технология Polymer Protect. Внутри радиатор покрыт специальным полимером, который защищает полотенцесушитель от электрохимической коррозии. Размер полотенцесушителя выбирается по размеру помещения. Я брал с небольшим запасом. Высота 100, ширина 50 сантиметров. На один квадратный метр помещения нужно примерно 40-50 ватт. Что касается внешнего вида и цвета, то это все выбирается в зависимости от дизайна вашей ванны. Современные технологии позволяют сделать радиатор любого цвета. Что нужно учесть, чтобы полотенцесушитель выполнял свою функцию и не доставлял никаких проблем в дальнейшей эксплуатации санузла. А главная проблема самых распространенных водяных полотенцесушителей это вероятность протечки. Причем напрямую это зависит от качества самого изделия и правильности установки. Назначение полотенцесушителя. Он нужен не только для того, чтобы сушить полотенце и носки, а для того, чтобы прогревать помещение. Поэтому он работает в санузле постоянно. Размеры современных санузлов довольно-таки большие и поэтому маломощный электрический или водяной полотенцесушитель просто не справится с прогревом большого помещения. Мне многие в комментариях писали, почему ты выбрал водяной полотенцесушитель, а не электрический. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно. В чем плюсы и минусы электрического полотенцесушителя? Сразу хочу сказать, я абсолютно нормально отношусь и к водяным полотенцесушителям и к электрическим. Бывают ситуации, когда я рекомендую ставить водяной полотенцесушитель и бывают ситуации, когда я рекомендую ставить электрический полотенцесушитель. Все зависит конкретно от объекта, от технических условий, от проекта, то есть от вашего санузла, где будет устанавливаться полотенцесушитель. Сейчас очень многие сантехники рекомендуют ставить электрический полотенцесушителей лишь по одной причине, что его проще устанавливать. Нет никакого геморроя с трубами, штробами, перемычками и водой. Водяной полотенцесушитель запитывается от стояка горячего водоснабжения, электрический запитывается от сети 220. Тут нужно уточнить электрические полотенцесушители бывают двух видов. Жидкостные модели. В основе стоит нагревательный элемент мощностью не менее 300 ватт и блок управления. Происходит нагрев теплоносителя, бытового антифриза, которым заполнен полотенцесушитель. Теплоноситель является аккумулятором тепла и после того, как отключается ТЭН передает энергию дальше. И модели на основе греющего кабеля. Мощность таких приборов ниже, чем у жидкостных изделий. Такой полотенцесушитель отличается постоянным энергопотреблением, то есть отдача тепла происходит непрерывно. Получается, что за водяное полотенцесушитель вы ничего не платите. А вот за электрический полотенцесушитель вы платите за ту электроэнергию, которую он израсходит. Что касается потребления? Я тут все записал. Потребляет электрический полотенцесушитель размером 1 метр на 50 сантиметров, в среднем 225 ватт. Максимальное потребление 300, берем 75 процентов от максимального, получаем средний 225. Хотя бытует распространенное мнение, что электрический полотенцесушитель потребляет как обычная лампочка, там 60 ватт. Да, возможно, есть такие мелкие полотенцесушители, но прогревать помещение такой полотенцесушитель не способен. Только сушить две пары носков. А теперь давайте посчитаем расход электроэнергии. 225 ватт умножаем на 24 часа, получается 5,4 киловатта. Это в сутки. Дальше 5,4 киловатта умножаем на 365 дней и получаем 1971 киловатт в год. Если перевести это в денежный эквивалент по тарифу белорусскому, который один из самых дешевых в мире, в принципе, в России то же самое. Получается 350 белорусских рублей в год. Это 138 долларов или 10212 российских рублей по актуальному курсу. За 10 лет такой полотенцесушитель съедает 1380 долларов или 102 1212 рублей. Поэтому говорить, что полотенцесушитель ничего не потребляет и это все ерунда преждевременно. 1380 долларов за 10 лет. По стоимости. Если взять нормальную фирму, зайдите, допустим, на сайт Sunergy и посмотрите, что электрический полотенцесушитель и аналогичный водяной стоят примерно одинаково. Еще важно понимать, что стоимость зависит от модели. Дизайн радиатор в стиле индустриальный минимализм можно забрать бесплатно около любой новостройки в мусорном контейнере. А на такой дизайн радиатор, сделанный из высококачественной стали без сварных швов, придется раскошелиться. Что касается срока службы, то водяной полотенцесушитель будет служить ну как минимум 10 лет, а то и 20. Вот полотенцесушители, которые мы ставили 10-15 лет назад, они до сих пор работают и не собираются ломаться. А вот что касается электрического, то тут я не уверен через какое время придется менять тэн, то есть нагревательный элемент. Если вы для себя выбрали водяной полотенцесушитель, то тут есть стопроцентное правило, которое нужно выполнить. Вы должны устанавливать хороший качественный полотенцесушитель, потому что если вы ставите дешевый, ненадежный полотенцесушитель, то высок риск протечки. Соответственно такой полотенцесушитель это бомба замедленного действия. Если вы ставите полотенцесушитель нормальной фирмы, то плюс еще защиту от протечки, то в принципе это гарантирует стопроцентную защиту от потопа. 99 % что касается электрических полотенцесушителей, то тут, в принципе, конечно же потоп никакой не грозит. Можно поставить какой-то самый дешевый, но опять же вопрос к его работе, как он будет работать, вопрос к вероятности поражения электрическим током и вопрос в долговечности такого изделия. Поэтому, в принципе, тоже как бы я рекомендую покупать нормальный хороший электрический полотенцесушитель. Еще раз повторяюсь, у нормальных производителей электрический и водяной полотенцесушитель стоят примерно одинаково. Удобство эксплуатации. Безусловно, в эксплуатации удобнее электрический полотенцесушитель, потому что в нем можно регулировать мощность, а также есть таймер на его отключение. В водяном полотенцесушителе, если брать классический вариант, то температура не регулируется, но если вы поставите запорную арматуру, если такие варианты, то тогда тоже можно регулировать температуру полотенцесушителя. Установка и стоимость. Электрический полотенцесушитель можно поставить в любом месте. Единственное, что его нельзя ставить прямо в мокрую зону, где, допустим, у вас находится душ, потому что там будет находиться розетка 220 вольт. Водяной полотенцесушитель устанавливается таким образом, чтобы в него пошла вода. И плюс ко всему не каждую стену можно резать под трубы. Стоимость установки полотенцесушителя. В данном случае в моем проекте стоимость установки водяного полотенцесушителя с учетом резких штрупов получается 70 долларов. Если брать вместо него электрический полотенцесушитель, то установка, наверное, бы стоила где-то примерно долларов 35. Что касается водяного полотенцесушителя, то желательно в комплекте с ним ставить защиту от протечки воды. Но это чтобы спать спокойно. Еще одно обязательное правило. Когда вы устанавливаете водяное полотенцесушитель, нужно делать заземление, потому что водяной полотенцесушитель подвержен электрохимической коррозии. Так называемые блуждающие токи. Какой можно сделать вывод? Если у вас новостройка, нормальные новые трубы, есть заземление, толстые стены, где можно без вопросов проложить трубы и проложить трубы, то я рекомендовал бы ставить водяной полотенцесушитель. По крайней мере в экономическом плане вы выиграете. Если вы живете в старой хрущевке, где тонкие стены, старые ржавые трубы, великий риск протечки, нету заземления, то в принципе в таком случае я рекомендовал бы ставить электрический полотенцесушитель, потому что в таком случае уже не до экономии. Что идет в комплекте с полотенцесушителем для подключения? Декоративные накладки, эксцентрики, прокладки, шестигранник, выходы на воду, заглушки, плюс верхний крепеж, декоративные накладки и удлинители. Монтаж водяного полотенцесушителя начинается с перепайки перемычки от застройщика. Бывает так, что ничего не нужно переделывать, но в нашем случае нужно дополнительно установить систему защиты от протечки воды и подкорректировать трубы. Снимаем теплоизоляцию и разбираем водной узел. Все эти работы производились на этапе монтажа водного узла. Перед тем, как все это делать, нужно обязательно отключить воду и убедиться реально, что ее отключили. Затем обрезается стоя горячего водоснабжения. Собирается новая конструкция, в которой уже присутствует установленный вводной кран, система защиты от протечки воды и впаивается байпас, то есть перемычка. Краны от застройщика меняю на новый, хорошего качества с американками. Также на полотенцесушитель устанавливается система защиты от протечки Нептун. К общему модулю просто докупаются два крана. Все это предварительно собирается на столе. До момента отключения воды перемычка с кранами уже готова. А теперь переходим на непосредственно к установке. Как правильно подключать полотенцесушитель? Мы будем подключать полотенцесушитель по схеме номер два, нижнее подключение. Вообще в описании оставлю ссылку на сайт Сунержи, где показаны все схемы подключения разных полотенцесушителей, а также типичные ошибки, которые можно совершить при подключении полотенцесушителя. Тут собрана вся информация, это полное пособие по подключению. От перемычки трубы прокладываются в ванную комнату, где будет стоять полотенцесушитель. Штрабу делали со стороны туалета, так удобнее, меньше нужно долбить. Для подключения полотенцесушителя используем полипропиленовые трубы с базальтом. Перед укладкой на трубы надевается пешель. Выходы полотенцесушителя выставляются по уровню на любой быстро отвердевающий раствор. В данном случае это гипс. Для выставления отвода по уровню сантехник использует трубу с резьбой. Сначала фиксируется первый отвод, затем второй. Фиксируется первый отвод. После того, как выставили по уровню выхода на воду, устанавливается полотенцесушитель. Полотенцесушитель установлен. Он сейчас стоит на нижних креплениях и здесь вот я подвязал проволоку, чтобы он не опрокидывался. Включается вода и проверяется его работоспособность, чтобы в него пошла вода. Что касается верхних креплений, они ставятся уже после того, как будут выполнены плиточные работы на плитку. Ну и соответственно ставятся декоративные защитные чашки. Не забываем про заземление, которое нужно еще подсоединить к эксцентрику. Для заземления используем многожильный кабель четверку. Вообще как бы положена шестерка, но я ее реально чашками не закрою. От застройщика вообще были провода сечением два с половиной. Прокладываю провод в штробу. Здесь есть специальное крепление для заземляющих проводов. Перед тем, как вставить провод, конец опаиваю припоем. После этого закручиваю крепление. Для подсоединения проводов к стоякам горячего и холодного водоснабжения использую КТР. К ним припаиваю провода. Можно просто прикрутить, но я решил припаять. С одной стороны получается заземление полотенцесушителя, с другой стороны получается заземление стояков горячего и холодного водоснабжения. Через КТР я все подсоединил. На время плиточных работ полотенцесушитель можно снять, чтобы он не пачкался и соответственно не мешал. Далее идет этап обвязки бойлера и подключение коллекторов по стоякам горячего и холодного водоснабжения. Коллекторы были смонтированы окончательно на стену лишь после прокладки труб полотенцесушителя. Из-за ограниченного пространства все этапы завязаны между собой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ответы на комментарии к предыдущему ролику. В прошлом ролике я дал неверную информацию по наклону. Каюсь, я сказал что общий наклон должен быть 2 сантиметра. На самом деле конечно же тут надо было дать более развернутую информацию. Для 50 трубы наклон 3 сантиметра, для 110 наклон 2 сантиметра. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то конечно же палец вверх, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч!